Привет, ребята! С вами Сойер. Недавно Senior Software Blogger выпустил видео, где показал свой красивый красный диплом и просуждал на тему «нужно-не нужно». У меня тоже есть такая штучка, правда не красная, а синяя, и это говорит о том, что похвастаться мне будет нечем. Но, тем не менее, у меня появилось ощущение, что у меня немножко другой взгляд на время, потраченное в ВУЗе, хотя я тоже вижу какие-то бесцельно прожитые часы, которые я потратил именно на ВУЗ. На самом деле, в общем количестве бесцельно прожитых часов в своей жизни, это, наверное, мизер капля в море, потому что большая часть предметов, профильных предметов, которые были в ВУЗе, мне очень пригодились. Но я хочу просто пройтись, вспомнить, и что получится, то получится. Такого особого какого-то внушительного результата ожидать не стоит. И да, наверное, вас интересует, были ли у меня тройки. В моей биографии в ВУЗовской были два пятна, и это были два тройка, которые мне вполне заслуженно вылепили за мои плохие ответы. Я расскажу сегодня, что это были за предметы. В остальном, четверки, пятерки, это были мои обычные оценки. И я не очень верил в электронику, не очень ее любил. Считал, что это были нулевые, там 2002-2003 год. Я считал, что этот предмет в России просто нельзя будет продать, нельзя будет найти работу. Но как же я ошибался, когда буквально сейчас все больше и больше предложений именно для людей, которые шарят в электронике, в электротехнике, и я ошибся. И, кстати, вот это к вопросу, что будущее угадать порой бывает очень сложно, и то, что вы считаете вам не нужно и никогда не пригодится, да бог его знает, как все в жизни получится. Ну а теперь к оценкам. Всего 8364 часа, из них аудиторных 4517. Вот столько за 5 лет я должен был отдать этому ВУЗу времени. Погнали. История. 170 часов. Отлично. Культурология. 120 часов. Зачтено. Сразу скажу, что историю я считаю нужным предметом, но я практически не помню, что там мне рассказывалось. Точнее, я не знаю, какие знания о истории я получил из ВУЗа, а какие из школы. То есть я не могу сейчас это разделить. Поэтому я считаю предмет годным, но при этом не могу сказать точно, что вот я в ВУЗе изучил. Саму вот программу вузовскую я уже не помню. Хотя уверен, какие-то остаточные знания остались. Культурология. Прикольный предмет. Я помню, кстати, что это был за предмет. Помню аудиторию, помню преподавателя. Помню, как мы обсуждали этику, как мы поведение на рабочем месте обсуждали. Поведение за столом даже, по-моему, у нас было, если я не ошибаюсь. И это мне было интересно. Возможно, это было с технической точки зрения, с профессией бессмысленно, но с развития, с общечеловеческой точки зрения было вполне себе годно. Психология и педагогика, не помню ничего, зачтено. Философия. 170 часов отлично. Философию я всегда любил. Философию я даже прочитал Ницше после философии. Мне понравилось, как рассказывал наш препод о... Вообще о том, как можно по-разному посмотреть на одни и те же вопросы с философской точки зрения. Более того, вопрос о бесцельно потерянном времени, если его рассматривать с философской точки зрения, он будет как... Результат можно получить вообще кардинально разный. Поэтому философия вот такой предмет. Экономическая теория. 151 час хорошо, ничего не помню. Политология и социология 124 часа хорошо. Скажу честно, я даже не уверен, что я посетил 100% этих предметов, потому что это политех. Не буду дальше пояснять. Я думаю, те, кто учился, знают. Английский язык. Отлично. 340 часов. Не скажу, что там учат хорошо английскому. Как был школьный уровень, так и остался. Но это вот с английским языком беда. Можно было бы лучше. Не бесполезный предмет, просто преподавать его нужно было... Эти же часы можно было использовать эффективный. Основы права 68 часов, ничего не помню. Скорее всего, та же история, что с экономической теорией и политологией. Физическая культура. 408 часов зачтено. Годная штука. Ну, это даже объяснять не имеет смысла. Основы экономики производства зачтено 65 часов. Основы организации производства 65 часов. Отлично. Ничего не помню. Ну, и вообще, так вот честно скажу, всё, что меньше 100 часов, я не помню. Я даже так вот препода, наверное, не успел запомнить за эти 65 часов. Слишком мало часов, чтобы что-то запомнить. То есть, возможно, что-то, какие-то знания, вот опять же, какие-то знания, возможно, оттуда и остались, но я их не связываю вот с этими предметами. Хотя, сами по себе предметы, вот если судить по названию, они, ну, что вот, экономика производства, основы организации производства, это вполне может быть там годная информация какая-то, да, которая может в жизни пригодиться и при организации, например, своего бизнеса. Кто знает. Может, там это всё рассказывалось, а я вот сейчас сижу и мучаюсь, почему я не бизнесмен, а всего лишь программист. Вот, может, потому что там плохо отжимался. Математический анализ. 312 часов математического анализа. Хорошо. Отлично был препод. Три семестра. Очень годная штука. Считаю полезно. Не убедите, что математика не нужна инженеру. Инженеру нужна. Программисту, особенно там фронт-энд-разработчику, бэк-энд, тем, может быть, и не нужна. Но инженеру однозначно нужна. Если вы хотите быть просто фронт-энд-разработчиком, ВУЗ вам не нужен. Я миллион раз это говорил. Если вы хотите быть инженером, и если вы хотите в течение жизни иметь возможность заниматься разными занятиями и пригодиться в разных направлениях, вот тогда вам нужен ВУЗ. А если вы просто хотите на JavaScript всю жизнь писать, забудьте про ВУЗ, идите и сразу пишите. Это там три месяца, и вы фронт-эндер. Вот, курсом уже шесть месяцев даже найти. В общем, 3-6 месяцев и вперёд. Поэтому даже не сомневайтесь. Но я ещё раз говорю, если инженер, если вы понимаете, чем отличается инженер от фронт-энд-разработчика, то ВУЗ вам прямая дорога. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 204 часа – отлично. Не считаю, что это было бесцельно прожитое время. Полезно и нужно. Высшая алгебра. 180 часов зачтено туда же. Любая алгебра, любая. Матан – это классно. Линейная алгебра я сейчас помню. Это был метод Крамера для решения системы уравнений. Я хорошо помнил какие-то ещё там были. По решению системы уравнений было много часов. И был отличнейший препод. Кстати, был препод бывший, то есть с боевым опытом, что называется. Он был в каком-то конструкторском бюро, бюро, инженером. И вот он потом ввиду того, что Советский Союз развалился и так далее, пришёл преподавать. И он очень много о том, как расчёты они делали, рассказывал. Это было очень интересно. Это ещё можно было бы введение в специальность добавить. Но, в общем, классный был мужик. Вот. Высшая алгебра, я уже сказал, зачтено 108 часов. Отлично. Идём дальше. Теоретическая информация. Отлично. 115 часов. Что преподавалось на предмете, не помню. Не помню, это был первый курс. Сам предмет звучит правильно, да? То есть я понимаю, что там могло бы преподаваться, но вот что вот именно там и кто рассказывал, не помню. Я не считаю, что предмет бесполезный, просто время стёрло вот эти нюансы из памяти, поэтому я не считаю, что теоретическая информатика – это ерунда. Теория вероятности. 101 час. Помню, пригодилась. Нужная штука. Компьютерная алгебра. 253 часа. Вот кто видел метод Рунги Кутта у меня, когда я Streamlines библиотечку анализировал, вот это всё из компьютерной алгебры. Классный предмет. Пригодность его и пригождаемость его в профитической деятельности. Ну, вообще, конечно, я использовал какие-то вещи из компьютерной алгебры. Ну, просто я их использовал, как правило, в готовом виде и просто понимал, как они работают. То есть не то, чтобы я делал всё это с нуля. Поэтому, ну, трудно сказать. Считаю, что очень нужный предмет для понимания. Физика. 434 часа. 433 часа. Три семестра. Боже мой, хорошо. Ну, это механика, оптика, электричество. Считаю, что... Ну, на практике, да, не пригодилось. Никогда ничего из физических задачек не решал для практических целей. Я имею в виду на работе. Но считаю, как разминка и развитие, и вообще развитие кругозора очень годный предмет. Я бы не вычеркнул бы в своей жизни. Хотя, ну да, на работе он не нужен. Экология. 57 часов зачтено. Ничего не помню. Основы теории автоматического управления. 102 часа. Отлично. Не помню о чём. Но должно было быть интересно. Не знаю, как сказать, полезно это или нет. Не помню о чём. А алгоритмические языки и программирование. 280 часов. Отлично. Ну, это обходы графов, задача камневая ажора. Вот такая штука полезная. Не выкинул бы. Технология программирования. 220 часов. Отлично. Помню препода. Помню. Курсач был по построению оптимального расписания. Помню задачки разбирали дополнительно на... О том, например, вот извлечение квадратного корня методом Ньютона. Как реализовано. Почему работает. Вот такой препод. Вот такой предмет. На практике. Вот прямо в готовом виде. Чтобы какие-то вещи не применял. Но именно для развития мозгов. И для... Вообще, как... Я как человек, увлекающийся программированием, разработкой. И в том числе алгоритмическими задачками. Теория, технология программирования. Вот такой предмет. Компьютерная графика. 112 часов. Хорошо. Это был автомат. Я хорошо помню. Это была летняя сессия. У меня был курсовой. На пятерку написанный. Это был векторный редактор. И мне предложили автомат четверку. Либо идти на экзамен за пятеркой. Я сказал, нет. Давайте четверку. Я лучше пойду отдыхать. И пошел отдыхать. Ничуть не жалею. С учетом того, что это четверка или пятерка. Вообще, мне в жизни ничего бы не дала. А вот поотдыхать я любил. Метрология. Измерительная техника. 118 часов зачтено. Ничего из предмета не помню. А вообще, метрология. Мне в жизни пригодилась. И вообще, пригодилась. Стандартизация. Это, я думаю, в этом же предмете было. 34-й ГОСТ. Вот такая штука. Когда тебе на работе говорят. Ну-ка, давай оформь автоматизированную систему документацию. Кроме 34-го ГОСТа у нас вот в таких ГОС-учреждениях практически ничего не принимают. Поэтому пригодилась. Инженерная графика. 83 часа зачтено. Это типа НГЧ. Очень проходной предмет. Можно было бы смело выкидывать. Моделирование. 68 часов зачтено. Не помню о чем. Прикладная теория цифровых автоматов. 195 часов. Хорошо. ПТЦА. Это логические схемы. Оптимизация логических схем. Там цифровые вот эти всякие экраны. Там циферки. Как высветить. Вот это все было в ПТЦА. Никогда не использовал. Но вы сами понимаете, что это... Если бы я на тот момент выбрал своей направлением такую сторону электроники. И мне было бы интересно. Предмет на самом деле нужный. Электротехника. Вот она моя первая троечка. Да, это была электротехника. Трехфазный ток. Расчет переменного тока. По закону ОМУ в комплексной форме. Вот это я до сих пор не понимаю. Я даже врать не буду. Я как тогда не понимал этот трехфазный ток. Так и сейчас его не понимаю. Честная тройка. Ну, в общем, в жизни не пригодилась. Не помешала. Но обидно. Обидно. Обидно, что не разобрался, не дожал. Но ничего не поделаешь. Электроника. 209 часов хорошо. Вольт-амперная характеристика. Выпрямители, транзисторы, диодные мосты. Помню, не пригодилась. Но опять же, не мой профиль. По другому профилю пошел бы. Вполне себе бы пригодилась. Поэтому не бесполезный предмет. Безопасность жизнедеятельности. Отлично. Ну, не помню о чем. Но, видимо, хорошо отвечал. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях. 55 часов за счет. Ну, вот оттуда я помню о напряжении шага. Когда высоковольтный провод падает на землю. О том, что напряжение падает. Там даже был какой-то закон, сколько падает. И вот есть напряжение шага. Когда ты шагаешь в направлении этого провода. Возникает разных потенциалов. И на определенном расстоянии могут же долбануть. Вот это что-то из этого я помню. Про чрезвычайные ситуации. Системные анализы принятия решений. 105 часов зачтено. Не помню. Основы разработки трансляторов. 119 часов зачтено. Трансляторы вообще. Я считаю, что каждый должен знать, как написать транслятор. Это помогает не только в разработке языков программирования и так далее. Это помогает в анализе текстовых данных. В извлечении данных. Очень годный курс. Его стоит слушать и делать. Инструментальные программные средства. 114 часов зачтено. Не помню, хотя бы о чем это. Вычислительные комплексы системы и сети. 95 часов зачтено. Мало. Это семиуровневая модель ICO. Это IP маршрутизация. Это IP V4. Вот такая штука. Пригодилась. Честно скажу, пригодилась. Введение в специально 70 часов. Это были первый семестр. Самое-самое начало. Ничего не помню. Но это было просто как космические корабли бороздят просторы большого театра. Можно было бы и без этого обойтись. Схема техника. Хорошо. Помню. Так. Примерно. Но никогда не пригодилась. Не считаю. Опять же. Потому что я не занимаюсь вот именно схемотехникой, электроникой. Вот это все не мое. И поэтому не пригодилось. Занимался бы, пригодилось бы. Поэтому 180 часов годная штука. Системное программное обеспечение. 265 часов. Отлично. Вот здесь мы колпали Linux. Unix. Извиняюсь. Не Linux. Это был Unix. FreeBSD. Это был Novel. Могу сказать, что Novel использовался очень долгое время. До 2009 года. Например, в Центральном банке. Он мне пригодился по сути. Что такое процессы, приоритеты процессов, устройство файловой системы. Вот это все здесь было, на мой взгляд, годная штука. Здесь единственное, что можно поспорить о версиях операционных систем. Почему не Linux? Почему FreeBSD? Но на самом деле, для понимания основных концепций, это нормально. Более того, вы закончите вуз, 3 года пройдет, и все версии сменятся. Это не изменит того факта, что вы будете понимать, как все устроено. База данных информационной системы, 168 часов. Отлично. Ну, SQL. Первая, вторая, нормальные формы, нормализация табличных вот этих табличек. Годная штука. SQL база данных, на мой взгляд, до сих пор используется. Мы, кстати, проходили Oracle. Тоже в жизни я с ним столкнулся. Это Oracle офигенная с UBD. И я вам более скажу, но SQL я серьезно не воспринимаю до сих пор, если честно. Хотя, как бы, да, но SQL это тоже свою нишу заняли. И я встречался с годными решениями, использующими но SQL база данных. Но в той программе этого не было, был только SQL. Ну, это был 2002-2003 год. Сейчас, возможно, уже есть. Основы конструирования и технология производства ЭВМ зачтено. Не помню, честно скажу. Не знаю, годно или нет, но будем считать, что не годно, раз не помню. Цифровая обработка сигналов. Это мой второй трояк. 73 часа. Это быстрое преобразование Фурье. И конкретно у меня была теория Макотельникова. Это про частоту дискретизации и частоту выборки, что она должна быть в два раза больше. Вот на этом я наколбасил. Самое обидное, на экзамен было допущено 3 человека. Из всей группы. То есть, все, только 3 человека из группы имели все сданные лабораторки. И на экзамене было 3 оценки. 5, 4 и 3. Прямо по порядку сдачи. Первый сдал на пятерку, второй на четверку, я сдал третий на тройку. Было обидно, потому что остальные были вообще не допущены. Но потом, как бы на пересдачах, многие получили четверки и так далее. Но вот было обидно, потому что быстрое преобразование Фурье, как мне казалось, я понимаю. Но вот, а на экзамен показал, что не очень понимаю. Потом я с ним разобрался, но это уже было потом. И если бы да кабы, ну в общем, вы знаете эту присказку. Вот второй мой трояк был. За быстрое преобразование Фурье. Идем дальше. Ну, кстати, годный предмет. И наш препод даже работал на алюминиевом заводе. Они делали системы анализа качества алюминия. В общем, на самом деле, не бесполезный предмет. Организация, архитектура, ЭВМ и систем 40, 142 часа зачтено. Но это все понятно. Архитектура нужная штука. Методы проектирования, САПР, ЭВМ и систем 209 часов. Хорошо. В общем, здесь хочется назвать только одну фамилию. Это Барде. Кто знает этого преподавателя, поймет, что я был безумно рад четверке. Это, могу вам честно сказать, экзамен был с 9 утра до где-то 6-7 вечера. То есть, вот мы 9 утра сели, взяли билет, вытянули. И он длился до 6-7 вечера. Мы ответили билет, получили вопрос. Ответили билет, получили вопрос. В общем, это экзамен на время. Ты должен досидеть до вечера и решать в течение дня эти задачки. И когда тебя потом в конце рассаживают и говорят, так тебе бить, так, четверка, пятерка, четверка, четверка, тройка. И даже никто не объясняет, почему, где ты накосячил или нет. Все, давай зачетку, свободен. Не согласен на пересдачу, но это лучше поставь сразу и не спорь. Вот такой был препод. Микропроцессорные системы. 101 час. Отлично. Здесь был ассемблер. Ну, сами понимаете, вот такая штука. Нужная, годная вещь. Система искусственного интеллекта. 95 часов, хорошо. Это были экспертные системы. Это был пролог. Это была, опять же, был автомат. И в чем была боль этой ситуации? Я сделал правильную курсовую. Она работала на эмуляторе. Это, ну, вы понимаете, чтобы было понятно. Проверялось все на сименсе, кнопочном. В 2002 году не было интернета. И был вот этот первый GPRS, который я вообще в жизни не видел. У меня даже как бы собственного мобильного телефона не было. Я делал все на эмуляторе. А препод сказал, давай вот на эмуляторе работает. Вот грузим на телефон, если работает пятерка. Не работает четверка. И, в общем-то, была та же схема. В четверках был курсач и предложили автоматом за экзамен. Мог идти на передачу, но я не пошел. Нафиг мне это было надо? Вот. И вот это, да. Система искусственного интеллекта. Это была вот такая штука. Тоже как бы вот реалии жизни. Предмет нам, по моим ощущениям, в том виде, в каком он преподавался, мне на самом деле ничего не дал. На прологе чисто вот для того, чтобы понять логическое программирование. Интересно, да? Как бы. Но вот тогда я его очень не любил. Сейчас, в общем, может быть, я бы по-другому на это взглянул. Но вот тогда я его очень не любил. Сети ЭВМ и телекоммуникационные системы. 114 часов. Отлично. Это все к сетям. База знаний и экспертные системы. 130 часов. Это, кстати, вот два этих предмета. База знаний и экспертные системы. 130 часов. И методы системы искусственного интеллекта. Это два семестра одного и того же предмета. То есть четверки две у меня. Так, основы маркетинга и менеджмента вычислительной техники. 75 часов зачтено. Ничего не помню. Возможно, и не нужно все это. Проектирование нейрокомпьютеров. 84 часа. Отлично. Это нейронные сети. Это потом преподаватель. Я у него был на дипломном проектировании. Делал проект нейрокомпьютера. Это нейросети. Вот такая штука. Препод вот такой. Очень годная штука. Периферийное устройство ЭВМ. Системы сетей. 101 час. Хорошо. Не помню. Хоть убей, что там было. Но это все из архитектуры. Вот конкретно, что на предмете было, не понимаю. Не могу сказать, что негодно. Вот опять же, я из названия понимаю, что то, что там рассказывалось, скорее всего, у меня на подкорке где-то отложилось. И это было полезно. Но вспомнить, так как у меня не было каких-то ярких моментов, связанных с этим предметом, просто в памяти ничего не осталось. Точнее, вот опять же, я уже много раз рассказывал. Память устроена интересным образом. Вы что-то забываете, но потом, когда вы повторно это начинаете учить, если вы это один раз уже до этого учили, восстанавливается быстрее. И понимание приходит быстрее. Поэтому вот с этой позиции я бы не сказал, что это бесполезно. Так, микропроцессоры, схемотехника, средства сопряжения ВМ-155 часов, хорошо. Это всё из серии схемотехники. Точно не помню, что мы там делали. Ещё нужно понимать, что вот эти предметы, которые здесь записаны в нескольких строчках, они шли, допустим, тремя семестрами, с одним и тем же преподом. Назывались по семестрам по-разному. А делали мы, по сути, как бы продолжали одно и то же делать. То есть делали на тех же стендах похожие задачи, но по-разному. С разных степеней углубления. Вот поэтому ещё тоже трудно вспомнить, где из этого было что. Объектно-ориентированное программирование. 146 часов зачтено. Ну ООП, оно и в Африке ООП, полезная штука. Анализ и синтез видеоизображений. 80 часов зачтено. Честно говоря, не помню. Компьютерную графику помню. А вот что здесь сделали, не помню. Локальная вычислительная сеть, 68 часов зачтено. Как видите, вот три предмета уже по вычислительным сетям, локальным вычислительным сетям. И вот сейчас я уже трудно могу вспомнить, да я даже вообще не могу вспомнить на самом деле, где что мы изучали. Но это всё было из одной, опять же, это всё предметы шли, один из другого вытекал. Программирование для интернет, 90 часов ерунда полная. Это был факультатив, его можно было выбирать. Ничего интересного. И был также факультатив у меня веб-дизайн, 150 часов, отлично. Два факультатива, ничего они мне не дали. Ну, точнее, я знал уже, что что я и так... Я их выбрал, потому что я их знал, и мне, в общем-то, можно было на них не учиться, потому что там самые азы проходили. Вот. Сейчас что проходит, не знаю. Методы и средства защиты информации, 110 часов, отлично. Ничего не помню из этого предмета. Хотя, по логике, это должно быть вот в криптографе, что-то из этой серии. И помню лишь у нас парень один спорил с преподавателем, что вот тот не взломает его ключ длиной 110 мегабайт. И преподаватель объяснял, что задача криптографии как раз, чтобы не делать бесконечно большие ключи. Ну, в общем, вот это я помню. Больше ничего не помню. Ну, и 58, валиология. Собственно, я не буду ничего комментировать. Это все уже прокомментировали для меня. Таким образом, сложно сказать, сколько потрачено. В принципе, в оценке 30% я сойдусь. Но ввиду того, что это все-таки ваша жизнь, это не просто сумма часов. Вы на самом деле должны понимать, что все сложнее устроено. Все устроено гораздо сложнее. Поэтому я считаю, вот эта штука очень годная. У нас были офигенные преподы. У нас даже по непрофильным предметам, по многим предметам были классные преподы, которые интересно рассказывали и с которыми было интересно работать. Поэтому нифига не бесполезна вот эта штука. И был бы у меня красный диплом, я бы был бы в Германии. А синим, ну, синим в Германию я как-то не попал. Поэтому поступайте в ВУЗ, получайте красный диплом. И ваша жизнь удалась. Ну, это был канал СОВЕР. Спасибо, что слушали. До свидания.